Здравствуйте, с вами Александр на канале Финансовая Независимость. Инвестирую уже больше 20 лет, в последние годы успешно реализую инвестиционную стратегию под названием дивидендная зарплата. А на экране сейчас обложка к основному и самому важному видео этого канала. Смотрите и увидите, как дивидендная зарплата растет, а финансовая независимость приближается. Сегодня я продолжаю еженедельную серию публикаций общего итога по моему инвестиционному портфелю. Это регулярное видео о моем инвестировании. Оно о содержимом моего инвестпортфеля, который за многолетний период инвестирования преодолел уровень 20 млн. рублей, хотя и были крупные выводы средств в течение жизни. Делюсь здесь основными принципами своего инвестирования, рассказываю текущие новости по некоторым эмитентам портфеля. Но вот сегодня будет еще и про золото в очередной раз, так как многие спрашивают на канале. Начинаю. На экране сейчас видна старая диаграмма моего инвестиционного портфеля. Это то, что было. А вот сейчас, внимание, то, что стало. Но эти изменения произошли за неделю. Изменилась доля кэша, так как были покупки, о которых позже. Теперь остался только 1% кэша. То есть золото и кэш у меня теперь по 1%. По факту золото даже меньше 1%, а кэш все-таки больше, чем 1%. Если уж совсем быть точным, то кэша, конечно же, гораздо больше. Просто он сейчас копится не на брокерских счетах, а в запасе на черный день. Если коррекция наступит, то вы сразу увидите приток кэша в моем инвестировании. Далее, по другим изменениям в диаграмме. Изменилась доля Сбербанка. Но это, скорее всего, произошло в основном за счет роста доли Яндекса. А вот доля Яндекса выросла существенно. Да, теперь мы можем с уверенностью сказать, что и у нас есть надувшийся пузырь в IT-компаниях. Как бы это смешно ни звучало. Далее по диаграмме. Получается, что защитных активов у меня теперь всего 2%. Золото всего 1%. Золото я хотел продать, я уже говорил об этом. Ну, видимо, так хотел, что не продал. Просто его мало, поэтому я особо и не заморачивался со всей этой продажей. И сейчас, глядя на поведение золота на мировых биржах, многие из вас наверняка вспомнили мои более ранние слова о золоте. Я много раз говорил, что золото рискованный и волатильный актив. И что золото умеет и расти, и хорошо падать. И вот даже сейчас, после бурного роста и мощного падения, сложно предположить, куда золото пойдет дальше. Вполне может продолжиться рост на инфляционных рисках. Но совсем недавно при публикации июльских протоколов заседания Федеральной резервной системы США стало известно, что Федрезерв оценивает дефляционные риски на данный момент как более вероятные. К тому же золото может продолжить снижение на возврате оптимизма к инвесторам. И вместе с приходом вакцин вполне может и появиться так называемый аппетит к рискам. Есть еще одна банальная причина снижения цены золота. Золото вполне могут продавать просто для того, чтобы перекладываться в акции. И это вполне реальная причина. А я вот заблаговременно вышел из этих рисков, ну то есть из золота, на уровнях, ну примерно соответствующих сегодняшним. При этом я не просто вышел из золота, а купил акции по ценам заметно ниже текущих. И акции, купленные мною тогда вот за эти деньги, теперь уже явно подросли. Так что все это было сделано вполне удачно. И общий риск портфеля снижен, и доходность портфеля подросла. В игру с золотом я сейчас играть не готов. Я уже говорил, много раз говорил, я здесь не играю на бирже, я инвестирую. При этом я осознаю, что вполне могут произойти события, которые в будущем приведут к очень заметному росту цены золота. Ну а пока это игра, явная игра с большим инвестиционным риском. Поэтому я туда не лезу сейчас. Далее по инвестированию. Пополнений брокерских счетов у меня не было, дивиденды были. По дивидендам, соответственно, информация будет немножко попозже. Покупки тоже были, и о них тоже чуть-чуть попозже. Так, а сейчас продолжим. Совершенно понятно, что цены на многие акции не соответствуют сейчас финансовым показателям бизнесов этих компаний. Просто поизучайте мультипликаторы, они скажут о многом. И логичнее в этом случае была бы существенная коррекция. Однако есть некоторые доводы и за дальнейший рост на фондовых рынках. В пятницу я сделал вот это видео. Обложка на экране. В нем традиционная еженедельная аналитика и попытка ответить на вопрос о будущем росте фондового рынка. Смотрите, там много интересного и познавательно. Так вот, ситуация сейчас характеризуется высокой степенью неопределенности. И в этой ситуации я предпочел быть в активах. Особенно на фоне снижения индекса доллара. Но при этом продолжаю подкапливать кэш в запасе на черный день. И не забываю иногда покупать активы на небольшие суммы. То есть инвестирую спокойно, не торопясь, ну и осторожничаю сейчас на данном этапе. Так, далее, теперь конкретнее по моему инвестиционному портфелю. Кратко напомню, портфель состоит из двух частей. Иностранная часть у Interactive Brokers и российская часть у брокера ВТБ. Сначала иностранная часть, потом расскажу про российскую. Кстати, подписывайтесь и увидите изменения результата моего инвестирования с течением времени. Нажимайте колокольчик во время подписки, тогда вам будет приходить уведомление, и вы не пропустите эти изменения в моих инвестициях. Итак, иностранная часть состоит из двух счетов. Первый счет вы уже видите. А вот это уже второй счет по иностранной части. Теперь немного информации по этой самой иностранной части моего инвестиционного портфеля. Оставшийся кэш в долларах и немного золота находится именно на счетах Interactive Brokers. Пополнений брокерских счетов у меня, ну вот иностранных в частности, как я уже говорил, не было. Но на прошедшей неделе были дивиденды на Interactive Brokers. Правда, совсем мало, это копейки. Всего 4 доллара. И пришли они от, ну точнее даже меньше, чем 4 доллара, пришли они от рейта Realty Income. Тикер О. Он, кстати, торгуется на Санкт-Петербургской бирже. Довольно устойчивый фонд недвижимости. Ну вот, как видите, даже в сложные времена продолжает платить дивиденды. Многие уже заметили, что мне почти каждую неделю что-то приходит с дивидендами от различных эмитентов. Бывают и очень весомые суммы. Ну вот так, собственно говоря, и работает пассивный доход. Рекомендую посмотреть все-таки вот это видео про дивидендную зарплату. Станет очевидно, что финансовая независимость и дивидендная зарплата – это реальность. Далее по покупкам. Была одна покупка. Это был банк Wells Fargo. Но я здесь показывать график не буду, но цена на графике близка к локальному минимуму этого текущего кризиса. Акции данного банка у меня уже были. И нельзя сказать, что я их ранее купил по хорошей цене. Поэтому данная покупка – это еще и усреднение. Я понимаю, что у банков плохое может быть еще впереди. Также знаю, что Уоррен Баффет продал часть Wells Fargo во втором квартале. Кстати, очень рекомендую посмотреть вот это видео, обложка на экране. В нем я довольно подробно рассказываю, что купил и что продал легендарный Уоррен Баффет. Это реально познавательно для инвестора. Так вот, понимая все это, я купил Wells Fargo на небольшую сумму. К тому же банк сравнительно недавно существенно снизил дивиденды. Но об этом, обо всем я рассказывал уже ранее. Ну и, кстати, сегодня будет еще новость по Wells Fargo, но чуть позже. Всему, как говорится, в свое время. Так что покупка эта осмысленная и осуществлена в рамках регулярного инвестирования. Я уже рассказывал, что стараюсь себя иногда заставлять инвестировать хоть на немного. Даже вот в такие периоды, когда купить что-то по адекватным ценам очень сложно. Так, теперь давайте немного по новостям эмитентов из иностранной части моего портфеля. Потом сразу российская часть будет. Ну и начну, естественно, с Wells Fargo. Как и обещал. Банк Wells Fargo начал сокращение рабочих мест. Бет Ричик, представитель банка, заявила следующее. «Начиная с августа мы возобновили увольнение. Мы находимся в начале многолетних усилий по созданию более сильной и эффективной компании». Конец цитаты. В начале июля Bloomberg News сообщила, что руководители Wells Fargo собираются предпринять более серьезные шаги в конце этого года, которые в конечном итоге могут привести к ликвидации десятков тысяч должностей. Масштабные увольнения там намечаются. В целом для компании это хорошо, так как поможет оптимизировать бизнес, автоматизировав его и сократив расходы на персонал. Кстати, такая тенденция к сокращению персонала прослеживается сейчас во многих банках. Автоматизация и цифровизация – это не только веяние времени, но и необходимости в текущих условиях. И учитывая все это, я приобрел небольшое количество акций этого банка. Ну, точнее, усреднил свою позицию. Об этом я уже рассказал. Далее, компания Delta. Delta Airlines объявила недавно о политике блокировки средних мест, по крайней мере, на праздники. Авиакомпания начнет разрешать группам из трех и более человек бронировать средние места, чтобы семьи могли сидеть вместе. Ну, только в случае, если это семья. Но для групп из одного или двух пассажиров средние места будут заблокированы, чтобы обеспечить большее расстояние во время полетов. Глава отдела обслуживания клиентов Delta Билл Ленч заявил, медицинские эксперты согласны с тем, что большее расстояние на борту имеет значение. Мы считаем, что забота о наших клиентах и сотрудниках и восстановление уверенности в безопасности авиаперелетов сейчас важнее, чем заполнение каждого места в самолете. Конец цитаты. Новость и хорошая, и не очень. С одной стороны, это привлечет путешественников, напуганных пандемией коронавируса, но с другой стороны, понизит прибыльность авиакомпании. Как я уже говорил ранее, авиакомпаниям предстоит еще долгий путь восстановления. И добавить тут особо нечего. Продолжаю. EPR – это рейд, то есть фонд недвижимости. Новость по нему. Ну, а тут, собственно, новость плохая. Moody's понизила рейтинг рейта EPR Properties. Понижение рейтингов отражает существенное снижение денежных потоков этого рейта, поскольку пандемия коронавируса влияет на бизнес-арендаторов и способность платить арендную плату в EPR. Понижение рейтинга также отражает риски, связанные с большой концентрацией активов EPR в кинотеатрах. Это 46% годовой выручки за первый квартал 2020 года. А кинотеатры еще не открылись, и в конечном итоге перед ними возникнут проблемы с привлечением клиентов из-за проблем безопасности и конкуренции со стороны вариантов домашнего просмотра. Ну, такие как Netflix, Disney и так далее. Хорошего во всем этом мало. Совершенно непонятно, что будет с кинотеатрами, поэтому риски у данного актива высокие. По новостям в иностранном блоке инвестирования у меня все. Далее. Теперь давайте про мое российское инвестирование у брокера ВТБ. У меня здесь также два счета. Один – это простой брокерский счет. Ну, собственно говоря, вот он, вы его сейчас видите. Есть еще индивидуальный инвестиционный счет и ИС. Пополнений на брокерские счета ВТБ опять не было. В этом нет никакой необходимости, потому что кэш оставался. Ну, так как ранее пришло довольно много дивидендов, вы все это видели и знаете. А на этой неделе дивидендов от российских акций у меня не было. Жалко, а то я уже привыкнуть успел. Так, по покупкам. Покупок на счета ВТБ у меня тоже не было. На российском рынке начала развиваться коррекция, и, возможно, скоро появится возможность что-то покупать. А пока в ожидательной позиции, которую я уже объяснял много раз. В данной ситуации меня устроит и рост, и снижение. Ну, рост просто порадует, а снижение предоставит возможность купить активы подешевле. Ну, вроде все логично. Как бы я готов ко всем вариантам. Так, продолжаю. Давайте посмотрим на некоторых имитентов на российских брокерских счетах. А позже я подведу недельный итог по стоимости моего инвестиционного портфеля. Поехали. Начну, естественно, со Сбербанка. Ну, было бы странно, если сегодня я начал бы не со Сбербанка. Так, давайте включим график Сбербанка. Вот он у меня. И поехали. Так вот, новость по Сбербанку была мощная. Сбербанк заплатит дивиденды за 2019 год. Причем не просто заплатит, а в полном объеме. В ранее обещанном полном объеме. 18 рублей 70 копеек на одну акцию. Многие из вас понимают причину моей радости. Достаточно просто посмотреть на диаграмму моего инвестиционного портфеля. Там Сбербанка много. Скажу больше. Теперь моя среднемесячная дивидендная зарплата, за этот год расчетная, вырастет заметно. Так как ранее я уже заложил в расчет дивидендов небольшое сокращение по Сберу. В общем, поздравляю всех держателей акций Сбербанка. А на графике видно было, что Сбер скорректировался вместе со всем рынком, но на новостях о дивидендах выглядело несколько увереннее. Ну, собственно, Сбер уже был немного перекуплен, поэтому и такое поведение. Далее смотрим магнит. Магнит. Где у меня магнит? Магнит вот он. По магниту у меня, кстати, прирост очень небольшой, потому что я его начинал накапливать еще по плохим ценам. Открываем магнит. Так, по отчету за первое полугодие общая выручка торговой сети выросла на 16% год в году. Чистая розничная выручка увеличилась на 15,7%. Ну, тоже год в году, соответственно. Сопоставимые продажи LFL увеличились на 7,5% на фоне роста среднего чека, а средний чек вырос почти на 14%. И на фоне снижения трафика. А трафик снизился почти на 5,5%. Далее показатель EBITDA увеличился на 23,6%. Рентабельность EBITDA тоже подросла до 7%. И это вполне хороший результат. Магнит продолжает улучшать свои финансовые показатели бизнеса. Пандемия даже ему помогла в какой-то степени. Ускорила цифровизацию и развитие некоторых направлений. А на графике коррекция. Но это скорее, опять же, общая коррекция российского рынка. Да и перекупили уже магнит немного. Я думаю, это тоже многим очевидно. Далее, давайте посмотрим следующий эмитент. Следующий эмитент это будет МТС. По МТС у меня прирост 45%, это видно. Открываю график. Так, и перехожу к новости. Значит, по отчету за второй квартал МТС продемонстрировала хорошую динамику выручки. Это плюс 2,5%. И в основном за счет выручки от услуг связи и финансовых сервисов. Однако, чистая прибыль, относящаяся к акционерам компании, снизилась на 7,5% год-года. Но хорошая новость состоит в том, что это выше консенсус прогнозов аналитиков. Что касается будущего прогноза, то группа МТС подтвердила прогноз на 2020 год. А именно, выручка останется на уровне прошлого года или покажет рост в пределах 3%. А на графике акции МТС даже особо не корректировались вместе со всем рынком. Ну а в будущем по МТС ждем дополнительной прибыли от внедрения 5G. Но сначала будут и дополнительные расходы по тому же поводу. Ну, теперь давайте еще и посмотрим сегодня Мосбиржу. Вот Мосбиржа в середине экрана, прирост 67%, открываю график. Так, по результатам второго квартала прибыль акционеров выросла на 15%. Ключевые факторы роста это более высокие торговые обороты в этом году и приток новых розничных клиентов, которые ищут более доходную альтернативу для капитала, чем банковские депозиты. Я об этом уже говорил, новых инвесторов становится все больше и больше. А перспектива роста прибыли еще и в том, что Мосбиржа начинает торговлю иностранными акциями. График котировок говорит сам за себя. Бумага полузащитная. Однако многое уже явно в цене. Слишком хороший был рост в последнее время. Так, по новостям эмитентов в российской части портфеля на сегодня достаточно. И перед итогами портфеля не стал нарушать традицию, быстро покажу личные расходы. Потом будут итоговый результат портфеля. Так, напоминаю, расходы на двух человек. Повторяю, что я показываю расходы для того, чтобы был виден принцип учета личных транс. Я предполагаю, что это полезно для тех, у кого расходы равны доходам или иногда превышают доходы. С помощью такого или похожего контроля вполне реально заняться оптимизацией собственных расходов. На этой неделе мои траты уже заметно сократились. Просто в предыдущей неделе они были высоковаты. А вообще этот месяц получился явно затратным. Ну, бывает, это нормально. Если расходы не превышают доходы, то это точно нормально. Традиционно в этом блоке я немного рассказываю о ситуации у меня на работе. Но тут динамики особо никакой. Похоже, план по продажам выполнен не будет. А это значит снижение доходов у всех наших продажников. Также готовится список увольнения. Я уже об этом говорил неделю назад. Но он пока еще не готов. И к концу месяца думаю, что все прояснится. Буду отставить своих сотрудников. Надеюсь, что мне удастся это сделать. Так. В общем, результаты по личным тратам у меня вот такие. Продолжаю. Давайте теперь по итогам портфеля конкретнее. Что получилось по итогам прошедшей недели? Вроде везде коррекция и заметная коррекция. Но у меня Сбер снизился не сильно за неделю. А иностранную часть выкинул подбросший доллар. Вот так и получилось, что у меня портфель практически не скорректировался. Итак. Общий итог получился 23 миллиона 710 тысяч рублей. А в прошлой публикации было 23 миллиона 730 тысяч рублей. Таким образом, получилось изменение на 20 тысяч рублей всего лишь. Это около 0,1%. Пополнение с прошедшей недели я не производил. Но результат все равно не чистый. Так как приходили маленькие дивиденды. О которых я рассказал выше. Ну, в общем, копейки там были, которые учитывать особого смысла нет. Как-то так, в общем. Еще раз поздравляю всех акционеров Сбербанка. Ну, а на сегодня это все. Пожелаю вам удачных инвестиций и достижений финансовой независимости. Всем здоровья, большого профита. И да пребудет с вами сила сложного процента.